День рождения Одна из его книг посвящена нашему краю «Бессарабия. Страна, люди, хозяйство», написанная им в 1918 году. И эта книга является примером описания страны, потому что здесь он описывает и природу, и историю, и экономику, и население, и этнографию. В 1931 году Берг предложил ландшафтную типологию, ею пользуются до сих пор. Интересовался землей и другой бендерчанин Константин Гидроиц, известный советский агрохимик. Вначале он посвятил свою деятельность военной службе, надо сказать. Но затем он понял, что это не его путь. И поступил в лесной институт Петроградского университета. И закончил лесной институт, и, конечно, посвятил себя именно изучению почв. А это история покорителя неба из бендер. Семен Шостаков участвовал в первых дальних перелетах СССР. На самолете увидел Токио и статую свободы в Америке. И это тоже наш земляк. Он родился в нашем городе. И в годы Великой Отечественной войны тоже проявил себя как смелый большой герой. А Евгения Федорова прозвали покорителем Севера. Полярник родился в бендерах. Потом поступил в Ленинградский университет. Сразу после учебы попал в полярную экспедицию. Это была очень опасная научная экспедиция. Но открытия были очень большие и легли в основу изучения многих наук тогда. До последних дней поддерживал отношения с горожанами, со своим городом. Приезжал сюда очень много раз. С бендерами связаны и известные персонажи. Например, барон фон Мюнхгаузен, офицер русской армии. Участвовал в русско-турецкой войне, стоял на подступах к бендерской крепости. И даже пытался форсировать Днестр, возможно, на том самом ядре. Памятник Мюнхгаузену есть цитадели. Наблюдая местные красоты, бывал в городе Остап-Бендер. Как он сам нам признался, Днестр переходил он как раз у крепости.